Привет тем, кто сейчас находится по ту сторону экранов мониторов. Прежде всего, конечно, хотелось бы поблагодарить организаторов за возможность выступить перед такой аудиторией. Как я понимаю, здесь собрались люди, которые либо очень тесно общаются с современными информационными технологиями, с Data Science, либо просто очень интересуются этой темой. И, как я понимаю, все присутствующие хорошо представляют, что такое алгоритм, что такое бинарная логика, что такое классические биты обычные. В своем докладе я буду рассказывать уже про квантовые алгоритмы, то есть алгоритмы, реализующиеся на совершенно такой иной физической платформе, которая описывается уже другой математикой. и, скажем так, которые работают по другим принципам. И в моем докладе мне, во-первых, хотелось бы передать некоторый вот такой сенс, чувство квантовой механики, как она работает. И, во-вторых, показать, зачем, собственно, квантовая механика нужна для вычислений. И я понимаю, что у многих присутствующих есть какой-то бэкграунд в области квантовой механики, и это прекрасно, если кто-то что-то помнит из курса университета. Однако, если никто никогда ничего не слышал про квантовую механику или совершенно ничего не помнит с первых курсов универа, то это еще лучше, потому что то, что я буду рассказывать о квантовой механике, то, как я буду рассказывать, оно несколько контрастирует с тем, что обычно читается в курсе физики. Так что, может быть, даже кому-то будет проще, чтобы не было такого конфликта. План моего доклада следующий. Чтобы провести такой плавный мостик от классики к квантовой физике, я начну с такого краткого описания концепции классических вычислений, но с несколько, может быть, внезапной точки зрения на классические вычисления. Потом я кратко опишу основные постулаты квантовой механики, расскажу о некоторых таких забавных, интересных следствиях, которые очень контринтуитивные и не согласуются с нашими обычными представлениями. Я их обозначу как квантовые чудеса. Дальше я расскажу о основных принципах построения квантовых алгоритмов и приведу уже конкретные примеры. И, наконец, постараюсь формулировать такие основные выводы из своего доклада. Итак, классические вычисления, в принципе, мы можем под ними подразумевать, прежде всего, обработку данных. То есть это некоторые принципы, по которым мы обрабатываем данные. Современная цифровая техника, в свою очередь, строится на том, что все данные содержатся в таком дискретном виде, в виде битов, то есть единичек элементарных, которые могут принимать два значения. Обычно их означают как нолик и единичка. Там true, true, false. Хотя это может быть все что угодно. Значит, мы будем говорить таким странным языком. Я скажу, что один бит классический может находиться в двух состояниях. Ноль либо один. Соответственно, если у нас есть система из двух битов, то есть такая строка из двух битов, то она может находиться уже в четырех состояниях. Условно говоря, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Далее, если у нас есть система n-битов, соответственно, мы получаем уже два в степени n различных состояний, в которых вот эта система может находиться. Теперь я сделаю такой неожиданный шаг и скажу следующее, что один бит может находиться в двух состояниях, которые я буду обозначать векторами. То есть на самом деле мне никто не запрещает вместо обозначения к ноль к единице ввести такие два вектора. Значит, да, сразу хочу сказать, вот это страшное обозначение, вот эта вертикальная черточка и такая угловая скобочка, это просто обозначение вектора. Ничего больше, никакой страшной концепции за этим нет. То есть физики ставят над буквами сверху стрелочку, а вот ребята из квантовой тусовки, они вектор вот так вот обозначают. Таким образом я говорю, что один бит может находиться в двух состояниях, либо 0, либо 1, а каждому состоянию соответствует какой-то такой свой вектор. Далее, если у меня два бита, то у меня уже четыре возможных состояния, которым соответствует четыре различных вектора. И вектор построен таким образом, что все нолики, кроме одного элемента, который единичный. Ну и наконец, пространство n-битов, ему соответствует два степени n различных векторов. И здесь важно подчеркнуть, что состояние n-битной системы, скажем так, описывая, можно задать n-битами информации. Такая некоторая тавтология, но тем не менее это будет для нас важно. Теперь, что мы знаем про классические вычисления? Что у нас есть базовые операции, типа там конъюнкция, дизъюнкция и так далее. И используя эти базовые операции, мы можем построить уже любую схему. Я взял какую-то первую папашу схему из интернета, я не знаю, что она делает. Но у нее есть три входа и один выход. Вот мы взяли эти три бита, как-то их просуммировали, проксорили, получили какой-то бит в конце. С точки зрения нашего очень неожиданного языка, это означает, что у нас было начальное пространство, в котором жило восемь векторов. Мы взяли один из этих восьми векторов и перешли в другое пространство, в котором у нас только два вектора, в соответствии с этим преобразованием. Теперь я перехожу к квантовой механике. Квантовая механика строится на двух базовых концепциях. Первая концепция — это состояние, а вторая концепция — это наблюдаем. Я начну с состояния и сразу начну с квантово-информационных терминов. Под кубитом с точки зрения физики подразумевается система, которая может находиться в двух альтернативно различимых состояниях. Например, атом в возбужденном состоянии, атом в основном состоянии, или фотончик вертикально поляризованный, или горизонтально поляризованный. Но оказывается, что в общем случае общее состояние одного кубита, то есть вот этой двухуровневой системы, описывается вектором из двух компонентов. Причем эти компоненты — это комплексные числа, такие, что, скажем так, длина этого вектора равна единице, то есть это такая единичная стрелочка. Значит, да, здесь стоит по модулю в квадрате, потому что вот эти вот сэшки, они еще и комплексные, то есть даже недействительные. И тут как раз-таки вот эти вот обозначения, 0 и 1, они начинают играть. Что 0 — это, опять же, вектор, у которого первый элемент единичка, второй нолик, единичка — это первый элемент ноль, второй единичка. Вот мы получили вот этот вектор. Дальше. Если у нас есть два кубита, то есть две двухуровневых системы или одна четырехуровневая система, то эта система — это объект физический, который описывается уже вектором в четырехмерном Гильбертовом пространстве. В общем, вектор, в котором стоит четыре комплексных числа. И опять же, у нас есть требование на то, чтобы длина этого вектора была равна единичке. И, наконец, там, н кубитов будет описываться уже вектором размерности 2 в степени n, опять же, у которого 2 в степени n различных комплексных коэффициентов, все они по модулю складываются в единичку. Значит, с точки зрения физики эти векторы эволюционируют во время, естественно. И эволюция вектора описывается в знаменитом уравнении Штёдингера. Значит, здесь нам, на самом деле, это неважно. Значит, вот этот h — это как раз-таки тот самый гамильтониан, который, может быть, кто-то помнит из курса физики своего университета. Для нас важно то, что решение этого уравнения представляется в таком виде, что если я хочу получить вектор ψ в какой-то момент времени, то я беру свой вектор ψ в начальный момент времени, умножая его на матрицу. Причем эта матрица — это просто-напросто, скажем так, матрица поворота, с которой зашит этот гамильтониан, как-то от него зависит, нам это неважно. Что значит матрица поворота? Это значит, что если у меня был начальный вектор ψ1, и он под действием этого оператора как-то у меня провернется вектор ψ2, если вектор ψ1 проворачивается вектор ψ2, то углы между вектором ψ1 и ψ1 и ψ2 и ψ2 сохраняются. Это действительно поворот, который сохраняет углы в этом уже на самом деле бешеномерном пространстве. У меня здесь двухмерное пространство, нужно помнить, что на самом деле еще комплексные числа, так что все на самом деле гораздо грустнее. Следующий момент, самый важный, это понятие измерения. То есть с точки зрения квантомеханики измерение это взаимодействие квантового объекта с чем-то таким очень суровой макроскопической системой, в результате которого в состоянии макроскопической системы мы пытаемся прописать состояние нашего кубита, который в общем случае мы не знаем. И процесс измерения на самом деле описывается базисом в этом пространстве нашим жутком. На примере кубита это означает, что измерение описывается просто двумя векторами, я их обозначу как φ и φ-ортогональная, и работает оно следующим образом, что если у меня был вектор ψ какой-то, и я измеряю его в этом базисе φ-ортогональная, то срабатывает такая штука, что с вероятностью косинус квадрат угла между вектором ψ и этим φ срабатывает результат, соответствующий вектору φ, и с вероятностью синус квадрат срабатывает результат, соответствующий вектору φ-ортогональный. На самом деле понятно, что если я вот этот вектор псишку я устремлю к фишке, то есть у меня косинус 0 и с вероятностью единицы, я всегда буду получать эту фишку, что логично. То есть получу такой детерминированный результат. Я приготовил состояние фи, померил его в базисе фи-фи-ортогональное, получил, естественно, фи. Аналогично здесь. И вот эти, на самом деле, постулаты, которые относительно простые, они приводят к таким весьма нетривиальным следствиям. Первое следствие, такой знаменитый принцип неопределенности, который часто формулируется для координата импульса, нам здесь не важно, заключается в следующем. Представьте, что у нас есть какой-то вектор пси, а мы его измеряем в двух различных базисах. В базисе 0,1 и в базисе плюс-минус, который повернут на угол 45 градусов относительно базиса 0,1. И понятно, что мы никогда не найдем такое положение в вектор пси, чтобы измерение одновременно в базисе 0,1 и в базисе плюс-минус давало бы нам результат со стопроцентной вероятностью, какой-то определенной. Потому что если мы имеем строго определенный результат в базисе, например, 0,1, например, вектор 0, то он имеет абсолютно рандомный результат при измерении базисе плюс-минус. Это первое. Второе, о чем говорил Алексей, легко показать, что за счет того, что оператор эволюции линейный, у нас есть так называемый запрет на копирование. Это означает, что мы никогда не можем построить некоторый такой черный ящик, который работает в соответствии с законами квантовой механики, чтобы, если бы мы подаем на него какое-то произвольное состояние пси, подаем какую-то заготовочку второго объекта, в каком-то фиксированном состоянии 0, например, чтобы здесь мы получили оба объекта в состоянии пси. И это то, на чем идет игра в квантовой криптографии. Как раз-таки это такая фундаментальная теорема, используя которую можно, скажем так, распределять абсолютно защищенный ключ. Следующий очень важный момент связан вообще с пространственным состоянием. Если мы рассмотрим, например, один такой килокубит, то есть 1024 квантовых битов. С точки зрения квантовой механики понятно, что он описывается 2 степени 1024 комплексными числами. Ну вот 2 степени 1024 — это 1,8 на 10,10,308. Ну так, чтобы почувствовать это величину, вот у нас частица Вселенной 10,81. То есть какая-то вообще космическая совершенно цифра. Но в то же время квантовая механика говорит, а вот природа так работает, ничего не поделать. Да-да, так она работает. Но самая магия начинается дальше. Когда я беру этот свой квантовый килокубит, который описывается этими 2 степени 1024 комплексными коэффициентами и провожу преобразование одного кубита первого. То есть локально там как-то на нее посвятил, что-то еще сделал. И оказывается следующее, что с точки зрения квантовой механики, вот если я подействую просто на первый кубит, у меня все эти 2 степени 1024 коэффициентов поменяются мгновенно. То есть я изменил, да, и природа взяла все свои вот эти записи, где у него, словно говоря, записаны эти 2 степени 1024 коэффициентов и переписал их прям резко. И это, конечно, поражает. Думаю, ого, круто. Да, ну и первая мысль, что это все какая-то ахинея, что, в общем, все неправда, квантовая механика врет. Но хотя пока никаких экспериментальных противоречий с квантовой механикой нет. Вторая мысль, что окей, давайте мы там для народного хозяйства как-то будем использовать, что же классно, да, если у нас природа так умеет творить, такие чудеса. Но тут мы сталкиваемся со следующим, что, к сожалению, мы не можем мерить вот эти вот комплексные числа. То есть все, что мы можем делать, мы умеем разыгрывать случайную величину, в вероятностное распределение которой входят вот эти вот самые комплексные числа. И это вообще все нам рушит. То есть как бы природа, с одной стороны, она творит вот эти все чудеса, которые мы потенциально думали, классно, сейчас мы их на этом что-нибудь так очень сильно построим, а с другой стороны природа говорит, а вот я вот вроде бы как это все делаю, но я вам это все не покажу, потому что вот все, что я могу, вот ее разыгрывают случайную величину, но по этой случайной величине можно оценить эти комплексные коэффициенты, но для этого нужно 2 в степени 1024 еще умножить на многое количество измерений, чтобы с достаточной степенью точности оценить эти коэффициенты. И тут как раз-таки появляется эта история про квантовые алгоритмы, как с одной стороны мы видим, что потенциал какой-то за квантовыми системами с точки зрения математики, а с другой стороны непонятно, как его использовать. И как я постараюсь показать, на самом деле используется все это весьма таким нетривиальным образом. Значит, здесь я перехожу к квантовому алгоритму. Значит, это картинка, опять же, взятая, первая попавшаяся картинка по запросу квантового алгоритма. Значит, что здесь есть? Значит, первый основной элемент — это кубиты, вернее, вот эти полосочки, да, видим такие линейки. Значит, это, собственно говоря, есть кубиты. То есть вот у нас есть система 5 кубитов, мы с ними что-то делаем. Вот каждая вот этой полосочке соответствует 1 кубит. Дальше. Значит, слева мы задаем начальное состояние наших кубитов. Вот говорим, что какой-то кубит же 0, равен 0, там вот это тоже 0, это какое-то произвольное состояние с 0, с 1 и так далее. Значит, вот эти квадратики — это то, что Алексей называл гейтами, это по-русски часто используется вентиль. Это как раз-таки некоторое преобразование над этим кубитом, в котором, на самом деле, это есть решение уравнения Шердингера для какого-то Гамильтаниана, который дает какую-то эволюцию, в общем, просто какое-то преобразование, не более того. Значит, это преобразование над одним кубитом. Если вот так, то это преобразование над нескольким кубитом. Здесь, например, какое-то совместное преобразование над первым и на вторым, а тут над первым, вторым и третьим. Вернее, над четвертым и пятым. Справа что мы имеем? Значит, вот этот забавный квадратик такой, это изображение, пиктограммочка измерения, типа это такая стрелочка, это такой циферблатик. То есть это, скажем так, на этом месте мы производим измерение над кубитом в определенном базисе. То, что называется, вычислить, но нам не важно. Значит, в этом алгоритме мы производим измерение над первыми тремя кубитами, а вот во второе два кубита мы оставляем, ничего с ними не делаем. И в зависимости от того, что это за алгоритм, ответ нашей задачи может либо содержаться вот здесь, в том классическом сигнале, который мы получили после выполнения алгоритма, либо содержаться вот в этом состоянии, которое мы здесь получили, которое можно загнать потом уже в дальнейшие алгоритмы, как-то им пользоваться в благих целях. Теперь такой очевидный вопрос. Если в классике у нас есть какая-то вычисленная схема, которая реализует какую-то функцию, у нее есть 5-битовый вход и 2-битовый выход, функция какая-то f от x. То есть я подаю какой-то x, какую-то битовую строку из 5 битов, на выходе получаю 2-битную, какой-то f от x. Как это реализуется в квантовых алгоритмах? И на самом деле это все реализуется весьма таким внезапным нетривиальным образом, связанным это в основном с тем, что эволюция квантовых состояний — это, как говорил, такой своеобразный поворот, а поворот он всегда обратим. То есть мы всегда должны, скажем так, потенциально иметь возможность построить другое преобразование, которое было обратно к вот этому преобразованию. Строится таким нетривиальным образом. Значит, строится вот этот гейт, у которого заранее резервируется, в котором есть сколько-то кубитов входящих, в которых записывается величина, над которой мы хотим провести нашу какую-то операцию f. На выходе присутствует та же самая входная величина. То есть мы ее нам и подали, мы ее обратно отдаем. Дальше у нас есть два кубита здесь, которые содержатся в заготовку под ответ. Значит, здесь я использовал символ b. На самом деле это может быть любое состояние, например, ноль. И ответ записывается в следующем виде. Это результат сложения по модулю 2 между вот этим вот заготовкой под ответ и результатом действия этой функции. И тут могут использовать какие-то дополнительные кубиты, которые имеют чисто такую техническую вспомогательную роль. И как раз-таки такое построение, оно то, что называется reversible computation, обратимое вычисление, проявляет себя в том, что если у нас есть такая схема, если мы поставим два таких гейта два раза подряд, друг за дружкой, то мы получим исходное состояние. Это легко видеть, потому что после выполнения первой операции у нас здесь будет сложение по модулю 2 между f от x и b. Потом мы еще раз выполним эту операцию. У нас будет f от x плюс b плюс f от x. f от x плюс f от x, если проксорить, понятно, ноль. Ноль с b будет b. Вот здесь как раз-таки все это проявляется. Вот мы получаем как раз-таки нашу честную обратимую операцию. Теперь я заострю внимание на таком единственном гейте, таком очень интересном, что называется вентиль Адамара, назначается буковкой h. Работает следующим образом. Если я подаю на него состояние ноль, кубит состояние ноль, он мне выдает суперпозицию в виде вот так, ноль плюс один. Если я подаю один, он мне возвращает ноль минус один. И это интересно тем, что, например, если я подам, инициализирую свой входной регистр всеми нулями и подам все это на такую совокупность вентиля Адамара, то в результате я получу все возможные комбинации n-битных слов, которые в принципе могут быть. Я подал, допустим, три нуля, а здесь получил все возможные трехбитные выражения, суперпозицию трехбитных выражений. То есть 0, 0, 0 плюс 0, 0, 1 плюс 0, 1, 0 и так далее. Все восемь комбинаций. И дальше я все эти восемь комбинаций могу одной подачей задать свой какой-то гейт, который мне будет что-то считать. И этот гейт мне просчитает сразу все восемь комбинаций. То есть он вычислит функцию для всех возможных входных значений. Это то, что называется квантовый параллелизм, про который часто говорят, который работает так весьма нетривиальным образом, то, что им еще нужно научиться воспользоваться. Теперь я перехожу к конкретным алгоритмам, как это работает, такой пример. Первый. Такая задачка, может немного странная, но тем не менее. Пусть у нас имеется функция, которая ставит соответствие какую-то n-битную строчку значению 0 либо 1 таким образом, что результат получается в скалярном произведении между входным значением x и какой-то секретной строкой u по модулю 2. То есть мы сейчас работаем на модели черного ящика, и мы смотрим задачу. Если есть такой черный ящик, которым я подаю сигнал, на выходе получаю 0 либо 1, вопрос, за сколько операций я могу узнать, что за строка у меня зашита в этом черном ящике. Пример, если u равно 1, 0, 1, то здесь представлено соответствие между входными сигналами и выходными сигналами. Очевидно, что в случае классики, чтобы узнать эту секретную строку, нам достаточно три запроса можем подать. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. И вот эти три значения будут точно совпадать с этой строкой u. С точки зрения квантовых алгоритмов, оказывается, что можно сделать за один запрос внезапно. Алгоритм работает, сразу скажу, контринтуитивным образом. Мне кажется, вряд ли я смогу передать. Когда я сам все это впервые изучал, мне тоже требовалось время, чтобы понять, почему так. Но это работает. Придется мне поверить. Как это работает? Мы подаем, инициализируем начальные кубицы в состоянии 0, проводим их всех через гейт Адамара, получаем все возможные суперпозиции. Все возможные суперпозиции прокидываем в этот наш вентиль, черный ящик, который уже реализован в виде вентиля. Здесь еще раз прокидываем, используем вентиль Адамара. Считаем результат. Именно здесь будет находиться та самая строка u. Здесь еще самое нетривиальное, что в качестве вот этого бита, который будет на себе содержать ответ, используется, опять же, хитрая суперпозиция 0 и минус 1. На самом деле, вся игра идет вокруг этого. В общем, вот это работает. И действительно получается, что за одно использование этого вентиля я получаю свою секретную строку. Второй пример, так называемый алгоритм Саймона, заключается в следующем. Задача следующая. Имеется функция, которая переводит n-битные строки в n-битные строки, причем функция такая 2 к 1. То есть двум различным значениям x и x плюс s должно соответствовать одно и то же значение. Например, если у меня есть какая-то строка s, то у меня, допустим, для 0,0,0 результат 0,0,0. И для 0,0,0 плюс 1,0,1, что будет просто 1,0,1, будет тоже результат 0,0,0,0. И вопрос, за сколько обращений к этому черному ящику, опять же, можно узнать вот эту самую строку s. Словом говоря, это очень похоже на нахождение коллизии. То есть я ищу такие 2x, которые дадут мне одно и то же значение выходное. Если я их получил, то окей, я получаю ответ. Значит, классики, задачи о днех рождениях, в принципе, требуется порядка 2 степени n пополам запросов. То есть такая экспоненциальная сложность. С точки зрения квантового алгоритма требуется порядка n запросов. И на самом деле это все работает весьма таким нетривиальным образом. Значит, у нас подается, опять же, инициализируется регистр в состоянии 0, проводится через гейта дамара. Все это закидывается в вентиль, который реализует вот этот самый черный ящик, потом снова через гейта дамара. Потом это все измеряется. И оказывается, что результаты вот этого измерения соответствуют некоторой строке, которая скалярно умноженная на ту самую секретную строку s дает 0 всегда. И что мы делаем? Мы прогоняем это все n-1 раз, получаем систему из n-1 уравнения, решаем эту систему уравнений, и ответ как раз-таки будет та самая секретная строка s. Значит, что здесь сразу нетривиально? Во-первых, требуется классический постпроцессинг какой-то, потому что с лао мы уже будем решать уже на классическом компьютере. Во-вторых, никто нам не гарантирует, что все эти уравнения, которые мы здесь будем получать, они будут линией независимыми. И оказывается, что существует ошибка, вероятность ошибки меньше 1 четвертой, там совсем чуть меньше, что если один раз я это все проделаю, то у меня получится система, которая не даст мне решения. Что мы делаем? Мы это повторяем много раз. И получается следующее, что если мы прогоним это все 4 на m раз, то у нас вероятность ошибки будет экспоненциальная, как e в степени минус m. Если мы, условно говоря, 10 раз все это протащим, то вероятность ошибки будет меньше, чем единицы на 20 тысяч. То есть чем точнее я хочу получить, то есть чем меньше я хочу понизить этот свой epsilon, тем большее количество раз мне нужно все это запустить. Но никто мне не гарантирует, что это со стопроцентной вероятностью сработает, что так нетривиально весьма. Так, наконец, такой важный алгоритм нахождения периода функции. Собственно, задача простая. Есть функция какая-то, которая периодична. И мы хотим найти ее период. Вопрос, за сколько обращений к этой функции, мы этот период узнаем. В классике это оказывается, что нужно где-то порядка r, то есть где r это период, к ней обратиться, чтобы найти эту самую коллизию, чтобы получить период. В квантовой механике есть такая идея, что можно воспользоваться квантом преобразования Fourier. Значит, квантное преобразование Fourier это то же самое, как обычное дискретное преобразование Fourier, которое, я думаю, все часто пользуются. То есть это просто вентиль, просто gate, который реализует ту самую матрицу дискретного преобразования Fourier над квантовым состоянием. Идея следующая, что если у меня есть какая-то функция, у которой все элементы нулевые, кроме каких-то элементов, которые имеют одно и то же значение, которые чередуются с каким-то периодом, что если прогнать ее через Fourier преобразование, получится тоже периодическая функция с периодом n делить на r, если n это у нас общий модуль, по которому мы работаем. И оказывается, что, пользуясь этим, мы можем использовать квантное преобразование Fourier. Да, видите, алгоритм очень похож на все, что было предыдущим. Опять же, здесь мы что-то делаем, прогоняем через gate, снова проводим операцию, измеряем. И оказывается, что здесь мы получаем, опять же, каждый раз мы будем получать какое-то произвольное натуральное число, m, рандомное, случайное, умножить на n делить на r. То есть n мы знаем, r — это самый неизвестный период. Значит, что мы делаем? Мы много раз, сколько-то раз, мы ее запускаем, получаем сколько-то чисел, потом находим от них наибольший общий делитель, и этот наибольший общий делитель, опять же, если нам повезет, он как раз-таки будет тем самым периодом. Опять же, что значит повезет? Вероятность ошибки экспоненциально падает с количеством раз, сколько раз мы все это запустим. И, наконец, оказывается, что алгоритм нахождения периода позволяет решать задачу на разложение числа на простые множители. Я приведу такой пример математический, чтобы дать некоторую интуицию. Вот смотрите, если у нас есть число, например, 21, которое раскладывается как 7 на 3 умножить, мы рассматриваем задачу, чему равен корень из единицы. Такая внезапная задача. Если мы действительно нечисло смотрим, то это плюс и минус 1, но если мы работаем в кольце, то корнем из единицы это будет число 1 и 20. Но оказывается, интересно, что если за счет того, что число n, модуль кольца, это непростое число, а составное, то существуют такие нетривиальные корни из единицы, например, 8 и 16. Можно проверить, что 8 в квадрате 64 по модулю 21 это 1. Если мы возьмем эти нетривиарные корни из единицы, они как раз-таки вместе с модулем кольца если мы будем рассматривать 8 плюс 1, 8 минус 1, они как раз-таки дают те простые со множители. И это то, что используется, то, как решается задача разложения числа на простые со множители на квадратных компьютерах. То есть как это все делается? Просто берется любое число, ищется его период при его умножении на себя по модулю. И если период это четное число, то нам повезло, и мы получаем сразу как раз-таки нетривиальный корень из единицы, который с помощью взятия NOD дает нам решение. Опять же, NOD будем искать на классическом компьютере. Но это уже полиминальная задача, так что не все страшно. И в итоге мы получаем логарифмический выигрыш, вокруг которого крутится во многом пафос квантовых вычислений. В классике, соответственно, сложность экспоненциальная. Ну и, наконец, алгоритм Гровера связан с алгоритмом нахождения записи в базе данных. То есть если у нас есть какая-то функция, которая возвращает все нули всегда, кроме одного какого-то фиксированного значения, входа для которого значение 1. Вот вопрос, за сколько запросов мы можем получить вот этот самый x, который нам нужен, то есть найти какую-то нужную запись. Вот в классике нам, условно говоря, нужно все перебирать, если мы эту функцию не знаем. На квантовый алгоритм дает выигрыш, но не такой, скажем так, внушительный. То есть это 2 степени n пополам раз. То есть корень из этого. То есть если взять 2,256, это много. 2 степени 128, это тоже много. Но 2 степени 128 бесконечно раз меньше, чем 2,256. Так что какой-то профит есть. Значит, здесь я не хотел бы заострять внимание. Идея в том, что мы берем какие-то определенные гейты и просто их повторяем много-много раз. Конкретно корень из n раз, где n это 2 степени n малое количество битов. И в результате с большой вероятностью здесь мы получим как раз-таки тот самый x, который мы ищем. Тот самый значение входа, который дает нужный выход. Так, ну, наконец, немножко хотел сказать о квантовой сложности. Значит, тут на самом деле это вопрос открытый. Как вы знаете, до сих пор там даже не решена, не определяться, там, π равно np или не равно. Вроде всем понятно, что, по идее, не равно. Но все равно. Строгого доказательства, насколько я знаю, пока нет. Значит, квантовые алгоритмы реализуют новый класс сложности. Значит, BQP — это bounded error quantum polynomial. То есть алгоритмы, которые решают за полиминальное время и которые имеют ограниченный уровень ошибки. И у нас есть, скажем так, есть определенные свидетельства о том, что этот класс сложности, во-первых, он не включает np-комплит, где-то проходит по np и выходит даже за ph, это называется полиномия харрорки. Но, к сожалению, я сам не очень хорошо все это чувствую. Но тем не менее. Итак, основные сообщения, которые я хотел бы донести, которые, я надеюсь, у вас останутся после моего рассказа. Значит, первое. Идея основная, что квантовое состояние n кубитов, то есть n квантовых аналогов битов на квантовом уровне, определяются вектором в 2 степени n в мерном пространстве. То есть определяются в 2 степени n комплексными числами. И это космическое число. То есть берем 500 кубитов, получаем бешеное число, которое больше, чем число во Вселенной на возраст Вселенной в мтосекундах в космос. Второе замечание, что в эксперименте у нас мы не имеем доступа к этим самым комплексным векторам, к сожалению, комплексным коэффициентам. Мы получаем только случайную величину, которая реализуется с вероятностями, определяемые квадратами модулей этих векторов. Что затрудняет задачу. И как раз-таки отсюда возникает вопрос, как нам воспользоваться этими квантными чудесами всем этим большим пространством. Основные какие, что было получено. Значит, у нас есть экспоненциальный выигрыш в задаче разложения числа на процессе множителя. Собственно, на чем строится безопасность RCA. И получаем квадратичный выигрыш задачи о поиске неопределочной базы данных. Уже, конечно, не так классно, но тем не менее. И, наконец, хотелось бы отметить, что квантовый компьютер, надеюсь, удалось показать, что он работает немножко по-другому. То есть он, во-первых, дает такие вероятностные результаты. И, во-вторых, эти результаты могут требовать такой классической постобработки для получения уже конкретных ответов. Вот, на этом у меня все. Спасибо. Надеюсь, не сильно вас утомил своей математикой. Спасибо, Евгений. Так, вот я вижу руки очень активно на слушателя. Пожалуйста. Правильно я понимаю, что перед измерением кубит представляет собой суперпозицию всех возможных состояний, при этом наиболее вероятное состояние это и есть правильный ответ. Скажи так, он не обязательно находится в суперпозиции всех возможных состояний. Но в общем случае да. То есть в общем случае он находится действительно в суперпозиции. Можно сказать, что Dessy находится в суперпозиции всех возможных состояний, но некоторые элементы этой суперпозиции могут быть нулевыми. И действительно вероятность получения результата пропорционально модулю этого элемента суперпозиции. А как понять, каким должен быть объем выборки для того, чтобы полностью составить представление об этой статистике, глядя, например, на схему этого алгоритма? Смотрите. Для каждого алгоритма существует конкретный… Это все конкретно получается, конкретно аналитикой. У меня здесь представлена аналитика для алгоритма Саймона. Мы знаем, что это нужно объем выборки, то есть мы должны протащить все это, если мы протащим все это 4 умножить на m раз, то мы получим вероятность ошибки меньше, чем единицы на 20 тысяч. То есть идея какая? Вы сначала задаете какой-то epsilon, который вас устроит. Вы говорите, меня устроит, что вероятность ошибки будет не больше 10 минус 10. Окей, вам приходят теоретики, говорят, вам нужно запустить алгоритм столько-то раз. Все, запускаете, получаете. Понял, спасибо. Еще есть вопросы? Это про бессмертие? Сразу нас предупредите, чтобы мы были готовы. Добрый день, спасибо за рассказ. Вопрос такой. Если квантовый компьютер подразумевает вероятностные только измерения, то есть он дает ответ с какой-то вероятностью, то получается, что мы на нем, скорее всего, можем реализовывать только алгоритмы, которые с этой вероятностью и работают, правильно? То есть другие алгоритмы на нем реализовывать смысла нет, или же проще это как-то по-другому делать? Смотрите, я попробую, может быть, такую интуицию. Смотрите, когда мы что-то передаем, какую-то информацию, просто вот обычно, письмо какое-то пересылаем, обычно классический компьютер, классическое вычисление, мы просто пересылаем письмо. У нас канал всегда зашумленный, и у нас есть всегда вероятность того, что то, что мы отправили, скажем так, оно будет искажено и дойдет не в том виде, которым нужно. Что мы говорим? Окей, мы вводим там всякие коды, исправляющие ошибки, хеш-суммы к ним приписываем и так далее. Но, опять же, остается вероятность, что та ошибка, которая индуцируется каналом, она возьмет и даст коллизию в хеш-функции. Ну, никто от этого не застрахован. И здесь я хотя бы… Здесь мне кажется, как бы философия та же самая. То есть вероятность, она везде есть. Но самое главное, что эту вероятность можно задавить как можно ниже. То есть у нас есть конкретно аналитические оценки для этой вероятности. Вот и все. Это не значит, что квантовый компьютер за счет того, что тут все такая вероятность, что он такой вялый, непонятный. Он то одно, то другое. Нет, это не так. Просто надо аккуратно им пользоваться. То есть получается, я правильно понимаю, что, например, реализация каких-то вероятностных алгоритмов на обычном компьютере и на квантовом, квантовый будет просто давать выигрыш по времени, а качество самого решения останется примерно тем же самым? Нет, ну как? Вот стоит задача разложить число на простые сомножители. Вот было 21. Ответ 7,3. То есть вы можете перебором эти 7,3 получить, можете на квантовом компьютере эти 7,3 получить. 7,3 остаются те же. Вопрос, сколько вы будете тратить время? Нет, просто получается, есть какие-то задачи, на которых квантовый компьютер, скажем так, не совсем целесообразно использовать, но просто потому, что мы, грубо говоря, будем из пушки по воробьям стрелять. Безусловно. Да, конечно. То есть квантовый компьютер это вот особая математика для особых задач, да. То есть не серебряные пули, которые ищут уже там… Никто нам не запрещает, скажем так, переделать полностью классические вычисления вот на этих квантовых гейтов. Просто зачем? Спасибо. Вы можете подойти к Евгению после доклада. Там коллеги очень оживились, судя по звуку кофемашин, который всем мешает. Давайте вот там последний вопрос, и мы прервемся на ненадолго, буквально минут на 20. Добрый день. Спасибо за экскурс в квантовые алгоритмы. Магия. Такие решения, которые контринтуитивны. Это все очень интересно, но сколько страданий это несет для разработчиков непосредственно программной части. Потому что звучит, как будто бы это очень сложно отлаживать, реализовывать. И насколько мы спустимся от наших привычных высокоуровненных языков, которые уже сильно нам все упростили, и к каким-то очень сложным вещам. Спасибо. Вопрос про тлен разработчиков. Нет, он хороший, правильный вопрос. Опять же, здесь мое субъективное мнение, потому что это то, как я вижу. Может быть, кто-то другой это видит по-другому из квантовой тусовки. Как я вижу, мне кажется, это будет определенная, опять же, определенная такая дорога, определенный путь от вот этого, то, что сейчас мы рассматриваем, такой низкий уровень, уровень железа, до каких-то аналогов тех высокоуровневых инструментов, которые у нас сейчас есть. Путь сложный, непонятный, пока я не знаю. Мне кажется, он будет. Неизбежно. Это будут страдания. Ну, как страдания? Ну, это интересно. То есть, это интересная задача. Продолжение следует...